Тема эта касается очень серьезного вопроса. Вопроса самообладания, самодисциплины, самоконтроля. Вопроса самообладания, самодисциплины, 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 самодисциплины. Это будет, конечно, замечательно. Но в качестве отправной точки давайте прочитаем из книги «Притчи» 25 главы, 28 стих. Один из наиболее интересных стихов, который касается вопроса самообладания. «Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим». Еще раз. «Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим». Самая знаменитая стена в мире – это Великая Китайская стена. Ее называют крупнейшей стройкой, когда-либо предпринятой людьми, осуществлявшейся на протяжении более десяти столетий. Ее называют самым длинным крепостным укреплением. И одновременно ее же называют самым большим в мире кладбищем из-за несметного количества людей, умерших от непосильной работы во время ее строительства. Первые участки Великой Китайской стены начали строить, по одним данным, еще в V веке до н.э., по другим – в III веке до н.э. и закончили уже через много столетий в нашей эре. Она очень похожа на такое извивающееся туловище дракона. А дракон, как вы знаете, является символом Китая. И в определенном смысле, как и дракон, Великая Китайская стена тоже служит символом этой страны. Стена протянулась через весь Китай на расстояние 8 852 километра. И некоторые считают, что это не окончательная ее длина. Некоторые участки до сих пор не найдены. Кроме того, у стены были ответвления в разные стороны. Высота сохранившихся участков стены достигает 8 метров, ширина 5 метров. С помощью сигналов, посылаемых на расстояние прямой видимости, сообщение с одного конца стены на другой могло быть передано всего за 24 часа. Для древнего времени, когда не было телефонов, не было телеграфа, это поразительная скорость передачи сигналов. Невозможно подсчитать, сколько людей погибло при ее строительстве. Невозможно подсчитать, сколько гениальных инженеров вынуждены были погибнуть в силу разных причин, сколько умерло рабов, наемных, рабочих, солдат. Ясно, что счет идет даже не на сотни тысяч, а на миллионы. Стена, на которую ушло столько сил и средств, служила нескольким целям. Во-первых, она должна была обозначить границы великой китайской цивилизации. Правители Китая хотели видеть свою страну в определенных очертаниях, хотели показать, где находятся их границы, за которые никто не имел права заходить, и в то же время дать сигнал своим гражданам. Вот предел, за который и вам не нужно идти. Будучи мудрыми правителями, они понимали, что сила Китая заключается в том, чтобы оставаться вместе. Если бы только китайцы двинулись дальше, на север, они бы могли быстро ассимилироваться с проживавшими там варварами, и в конце концов Китай был бы другим. Конечно же, стена выполняла, это была главная ее роль, защитную функцию, защищала страну с севера и от набегов вот этих самых варваров, которых так боялись. Сейчас, спустя время, кажется, что стены уже не играют такого большого значения. Стены, казалось бы, утратили всякий смысл. Мы не окружаем города стенами, мы не окружаем территории стенами. Хотя совсем недавно еще существовала знаменитая Берлинская стена, которая отгораживала собой целый квартал. Целый квартал, куда нельзя было попасть без специальных разрешений и откуда нельзя было выйти без таких же специальных разрешений. Но и эта стена пала. И кажется, сейчас, в информационную эру, нет нужды в стенах. Но, оказывается, совсем недавно. В Израиле, где не было стен, решили эту стену возвести. Стену между Израилем и Палестиной. Сейчас такая стена существует, где-то она просто в виде ограждения. Но эта стена растянулась на 700 километров, что для маленького Израиля очень большое расстояние. Люди по-прежнему вдруг, в какой-то момент существования понимают, стена нужна. Нужна для каких-то целей. Стены по-прежнему важны. И если возвращаться к нашему стиху, который мы прочитали в самом начале, стиху, который, хотя и говорит о городе, в то же время, его главная мысль связана с человеком, с личностью, то оказывается, что стены действительно важны. Важны как в буквальном смысле для государств и политиков, так и в духовном, для каждого человека в отдельности. Слова, что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим, по-прежнему актуальны. И, возможно, даже их актуальность в последнее время возросла в силу того, что изменилась философия жизни человека, для которого законы не всегда являются законами универсальными, для которого закон часто то, что он считает законным, даже если это не совпадает с мнением других людей. Слово «разрушенный» в этом стихе, в оригинале, на еврейском, имеет некоторые оттенки, очень важные для понимания смысла данного стиха. Это слово также обозначает растекшийся, распространившийся. Вдумайтесь, что город растекшийся, распространившийся. То есть выражается идея чего-то такого рыхлого, что расплылось и как бы не имеет ни очертаний, ни четких контуров, и превратилось в нечто такое непонятное, легко поддающееся воздействию. Город внутри стен в древности – это, как правило, небольшая крепость. Для примера, если взять древний город Иерусалим, в его нынешних границах, как вы знаете, сейчас он тоже окружен стенами, – это совсем небольшая крепость, чуть больше одного квадратного километра. Чуть больше одного квадратного километра. Всего-навсего. И что интересно, что древние специально стремились к тому, чтобы сделать город, который окружен стенами, максимально компактным. Эта компактность была необходима по целому ряду причин. Не только потому, что строить длинные стены дорого. Главная причина была в другом. Чем компактнее место, тем легче контролировать происходящее на этом месте процессы. Тем легче управлять тем, что там происходит. И, собственно, контроль за происходящим – это и есть главная задача строительства всех стен в древности. Не единственная, безусловно, но одна из самых важных и, возможно, даже главная задача. Города были крепостями, в которых люди жили, в которых стояли военные гарнизоны, в которых происходила вся экономическая жизнь. В городе, в основном, конечно же, жили знатные и еще небольшая кучка тех, кто их обслуживал. Основная масса народа жила за пределами городских стен, и для них то, что происходило за стенами, даже было не вполне известно, знакомо и понятно. Разрушение стен любого города в древности означало разрушение самого города. Нет стен – нет города. Это не значит, что жизнь прекращалась, поскольку основная масса жила за пределами. Жизнь продолжалась, но города не оставалось. Не оставалось центра, в котором происходили бы самые важные процессы, которые происходят в любом государстве. Если попытаться обобщить все, что связано с ролью стен, то можно выделить четыре таких значения, четыре роли, которые выполняли стены. Во-первых, стены выполняли функцию какого-то инструмента, с помощью которого можно было контролировать происходящее внутри них. На компактной территории легко было организовать контроль за все, что происходит, и отслеживать состояние духа народа, быстро реагировать на изменения и так далее. Во-вторых, стены, конечно же, выполняли роль защитного сооружения. В мирное время стены и ворота охранялись, находящиеся внутри люди могли чувствовать себя в безопасности. В военное время стены защищали от моментального захвата города. И были случаи, когда стены действительно спасали. Город был настолько хорошо оборудован, в нем были свои источники воды, большие запасы продовольствия, что он выдерживал довольно длительную осаду, продолжавшуюся месяцы, а иногда даже и больше года. Третья функция стен – устрашение неприятеля. Визуальный эффект. Стены обычно сооружались таким образом, чтобы внешне иметь грозный вид, и любому человеку, который туда приходил, показывать, что этот город хорошо укреплен, что даже помыслить о его захвате не стоит. И четвертое – укрепление духа защитников. Для проживающих в городах наличие крепкой стены было очень важным инструментом мотивации и поддержки, так как укрепляло их дух и вызывало чувство защищенности. Интересно, что все вот эти четыре параметра важны в духовном смысле. Все эти вещи важны в духовном смысле. Нам необходим контроль за то, что происходит в рамках наших стен, стен нашей души, нашего сознания, нашего разума. Ничто не должно происходить само собой. Иначе это называется потерей контроля над собой. Нам необходимы защитные сооружения, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев. Нам необходимо посылать определенные сигналы другим людям и показывать, что христианство обладает силой, если мы живем по его принципам. Мы призваны к этому, как вестники Божьи. Просто слово в наше время уже не действует. Необходима весть, которая бы исходила из глубин нашей души, нашей жизни. Для этого нужны стены, которые бы показывали, что мы люди сильные. Наконец, то, что происходит внутри, те вот стены, которые определяют, что происходит внутри, должно укреплять наш дух. Наше собственное состояние, состояние нашего духа должно нас же и поддерживать. Давать нам энергию для того, к чему призывает нас Господь. Все это важно в духовном плане. Нам нужны стены. Нам нужны стены, внушающие спокойствие и нам, и окружающим, укрепляющие наш дух и наши силы. От состояния нашего духа зависит наша духовная безопасность. От состояния нашего духа в конечном счете зависит и наша вечная участь. Интересно, что Господь нас так устроил, что эти стены нам не приходится сооружать самостоятельно. Все, что нам необходимо, это поддерживать в должном состоянии те, сооруженные Господом стены в нашем сознании, которые изначально с момента сотворения были в человека заложены. Не так давно мне попалась довольно интересная книга, которая носит вот такое название «Сила воли». И в этой книге рассказывается интереснейший случай, который произошел в 1848 году. Ну, поскольку лучше, чем здесь написано, я рассказать не смогу, то я просто прочитаю, а вы послушайте, что произошло. В 1848 году Финиас Геич в свои 24 года командовал бригадой железнодорожных рабочих. Подчиненные считали его лучшим бригадиром, уважали и любили. Друзья и семья описывали его как спокойного, уравновешенного человека. Личный врач сообщал, что подопечный был силен и телом, и духом. «Обладал», это цитата из слов врача, «железной волей и стальными мускулами». Но все переменилось в среду, 13 сентября, в 4.30 по полудни. Геич с бригадой расчищал взрывчаткой путь для строительства железной дороги между Берлингтоном и Ратлиндом в штате Вермонт. Геич закладывал заряды. Процедура повторялась уже тысячу раз, но внезапно что-то пошло не так. Взрыв произошел слишком рано, и метровая трамбовка пробила Гейджу череп. Она вошла в левую щеку, пронзила лобные доли и приземлилась в 30 метрах от него, прихватив с собой какое-то количество серого вещества. Возможно, вы вообразили себе, что Гейджа постигла мгновенная смерть. Но нет, Гейдж не умер. По свидетельствам очевидцев, он даже не отключился. Рабочие просто посадили его на тачку и дотолкали два километра до таверны, в которой он остановился. Врач аккуратненько залатал Гейджа, вернув на место крупные осколки черепа, собранные с места происшествия, и наложил швы. На полное физическое выздоровление у Гейджа ушло более двух месяцев. Возможно, во многом ему мешали радикальные назначения доктора Харлоу. Тот прописал клизмы от грибка, что появился на открытых участках мозга Гейджа. Но к 17 ноября пациент уже был достаточно подлечен, чтобы вернуться к прежней жизни. Гейдж и сам заявлял, будто чувствовал себя лучше во всех смыслах, и боли его не мучили. Похоже, на счастливый конец. Но Гейджу не повезло. Его история на этом не заканчивается. Внешние раны зажили, однако в самом мозге творилось странное. По отзывам друзей и коллег у Гейджа изменился характер. Доктор Харлоу описал перемены в медицинском отчете следующим образом. Похоже, нарушен баланс между умственными способностями и животными наклонностями. Он порывист, непочтителен, временами позволяет себе сквернейшие ругательства, чем прежде не отличался, неуважительно обращается с друзьями, не приемлет ограничений и советов, если те противоречат его желаниям. Изобретает множество планов на будущее, но тут же теряет к ним интерес. В этом смысле его разум в корме переменился. Настолько явно, что друзья и знакомые заявляют, что это уже не Гейдж. Что произошло с человеком? Произошло разрушение стены созданной самим Богом в человеческом мозге. Стены, которая называется самообладание, самоконтроль. И два вывода следуют из этой истории. Первый, и это подтверждается современными исследованиями медиков, в мозгу человека есть участок, отвечающий за силу воли. за самоконтроль. Есть вот эта самая стена. Более того, ученые даже сумели исследовать этот участок мозга и выявить его структуру и определить, какие участки этого участка за что, за какие функции отвечают. Грех сильно повлиял на человека, но он не уничтожил то, что заложено самим Богом. Самоконтроль может быть развит или наоборот подавлен через воспитание правильное или неправильное, через обучение, через саморазвитие, которое осуществляет сам человек благодаря его собственным волевым усилиям, через привычки, которые он в себе вырабатывает. И второй вывод, который следует из этой истории, когда происходит изменение в участке мозга, отвечающем за самоконтроль, человек перестает быть самим собой. Вспомните, это уже не гейдж. То же тело, те же внутренние органы, те же отпечатки пальцев, та же оболочка глаза, если ее сверить и проверить, но это уже не гейдж. Почему? Потому что главная характеристика личности это не цвет глаз, это не отпечатки пальцев, а характер. Характер. Характер человека становится другим, когда человек теряет самоконтроль. Давайте задумаемся о такой вещи. В случае вот с этим героем, о котором мы читали, разрушение стены произошло в результате несчастного случая. Такие случаи редки в нашем мире. Бывают, но редки, заканчиваются по-разному. Иногда со счастливым концом, иногда трагично. Но очень распространены другие случаи. Случаи, когда человек сам разрушает стену, потакая развитию в себе привычек, угнетающих его духовные силы и разрушающих вот эту способность к ответственному принятию решений. Власть влечет людей. Многие люди ищут ее с настойчивым рвением. Они считают жизнь сложившейся тогда, когда достигают власти. Для многих она кажется средством, обеспечивающим их безопасное существование в этом мире. Им кажется, что власть над людьми это те стены того дома, который необходимо во что бы то ни стало построить в этом мире. Хотя на самом деле самые по-настоящему безопасные и ценные стены власти это власть над самим собой. Когда Бог сотворил Адама и Еву, Он дал им поручение «Владычествуйте!» над и перечислил. И действительно мы видим, как Адам владычествует. Он подражает своему Творцу, который из земли сотворил его. Он также трудится на этой земле и тоже из земли что-то произрастает благодаря его трудам. Мы видим полную гармонию в этом мире, в которой правит, властвует, владычествует Адам. Полная идиллия. Но потом произошла потеря власти над самим собой. Потеря власти над самим собой, над своими желаниями. И она привела к тому, что была потеряна власть и над всем окружающим. Он оставался владыкой мира только до тех пор, пока владел собой. Это говорит о том, насколько важно думать об этой стороне нашей жизни. Кто царствует внутри самого себя и управляет своими желаниями и опасениями, тот более чем царь. Это слова Джона Мильтона, известного писателя, написавшего целый ряд произведений на религиозную тему. Или еще одно высказывание, его приписывают то Сенеке, то Льву Толстому. Власть над собой, самая высшая власть, порабощенность своими страстями, самое страшное рабство. В современном мире к вопросу самоконтроля отношения самые разные. Интересно, что даже в христианстве по-разному воспринимают это понятие самоконтроль. Есть довольно популярная точка зрения среди христиан, что человек это слабое существо, которое не может, не способно быть сильным. Сила только в Боге. Человек сам по себе абсолютно слаб. Жизнь его это сплошная череда грехов и покаяний. Согрешил покайся, обязательно покайся, чтобы не быть ответственным за свой грех. И жизнь это такой бесконечный замкнутый круг. Грех покаяния, грех покаяния. Ну, а если не покаяться, то даже и цикла нет, он как бы прерывается вообще. По крайней мере, что нужно, это покаяться. просто верь. Успевай раскаиваться в своих грехах, не бунтуй против Бога. Бог даст тебе свою праведность. Ты слаб, ты ничтожен. Бог даст тебе свою праведность. Рост и развитие, по сути дела, в этом случае не требуется. Оно и невозможно. мы мы слабые существа, пораженные грехом. Пытаться даже не стоит это делать. Раз вся праведность наша как запачканная одежда, зачем пробовать? Все, что нужно, это прийти к Богу с покаянием. И любящий Господь простит. Даже возникла такая поговорка от этого. Богу легко прощать. Это его работа. В результате мы получаем такое довольно как вот в этом стихе про разрушенный город. Размытое, расплывшееся, безвольное христианство. Конечно, есть и противоположная крайность в христианстве, где провозглашается сила и победа над всем. где христианин только тогда христианин, когда он богат и когда у него власть опять же не над собой, над окружающим, над миром. И то и другое это явные крайности, которые, конечно же, являются слишком поверхностным восприятием того, о чем говорит Библия. А Библия говорит о том, что спасенные это не только прощенные грешники, это еще и грешники изменившиеся. Грешники, которые стали новыми. Как называется вечное царство, к которому мы стремимся? В Библии есть одно очень красивое название новое небо и новая земля. Вдумайтесь, новое небо, не это, которое над нами, новое, и земля не так, по которой мы ходим, а новая земля. это пространство царства. Если пространство царства будет новым, то что можно сказать о людях, о гражданах? Старые прощенные грешники? на новом небе, на новой земле не может быть ничего старого. И оно, и все будет новым не только потому, что, как говорит Павел, мы все изменимся вдруг во мгновение ока. Павел говорит о последнем изменении, но этот же Павел и другие библейские авторы, включая Иисуса Христа, многократно говорили об изменении, которое должно произойти при жизни людей, о новом рождении, о новом сердце, которое будет дано взамен старому, о новом характере. Не вливают, говорил Иисус Христос, вина нового в мехи ветхие. Потому, что несовместимо это, несовместимо новое небо и новая земля со старыми гражданами. Соответственно, цель Бога, спасающего нас, создать вот такого нового человека, с новым характером, с новыми побуждениями, с новыми желаниями, с новой силой воли, со способностью потом жить в новых условиях, условиях, которые будут характеризоваться абсолютной святостью. в священном писании есть целый ряд библейских стихов, которые используют этот же образ стен для того, чтобы показать одновременно и важность роли Божьей в спасении. Образ города и стен и одновременно спасение Божье. Например, книга пророка Исаия, 26 глава. Очень интересная глава, в которой этот образ города и стены обыгрывается с разных точек зрения. Первый стих звучит так. В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудина. И вот какая песнь. Слушайтесь. Город крепкий у нас. И дальше очень важные слова. Спасение дал Он, то есть Бог, вместо стены и вала. Город крепкий у нас. И мы знаем об Иерусалиме, об этом свидетельствуют историки, как об одном из самых укрепленных городов древности. Один из самых укрепленных городов древнего мира. Город был крепким, но при этом спасение Исаия говорит, дал Он, а не стена и вал. Дальше, если мы смотрим эту главу, мы находим целый ряд интересных пояснений, которые показывают, что же ожидается от человека для того, чтобы произошло вот это совмещение, крепкий город и одновременно Божье участие и Божье благословение. Прямо уже во втором стихе «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». Вот какой народ получил спасение. Вот какой народ Господь спас. Не стена и вал, а Господь спас. Но обратите внимание, какой народ? Какой народ? Народ праведный, народ хранящий истину. Дальше 3-4-8 стих выражают идею об уповании этого народа на Бога. Восьмой стих говорит также о том, что этот народ стремится душой к Богу. Этот народ должен искать Бога. Девятый стих. То есть вот в этом отрывке звучит очень ясная весть. Ясная весть о том, что конечно же стену строить надо, но строя город, созидая эту стену, мы не должны забывать о самих себе. Мы не должны забывать о самих себе. Еще одно высказывание притчи 21 глава 31 стих. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Примерно то же самое. Если посмотреть на этот стих с точки зрения логики, то на первый взгляд может закрасться такая мысль, что логика здесь нарушена. С точки зрения логики надо было бы написать так. Коня не готовят на день битвы, ведь победа от Господа. Правильно было бы это или нет? Правильно было бы. Коня не готовят. Зачем его готовить, если победа от Господа? Но в книге притчей мысль другая. Коня готовят на день битвы. Коня готовят на день битвы. победа победа все равно от Господа. Именно поэтому Священное Писание многократно призывает и выражает вот эти мысли о значимости самоконтроля. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Долготерпеливый, лучше храброго, и владеющий собою, лучше завоевателя города. И Библия не только говорит о том, что человек должен развивать в себе самообладание, становясь вот этим новым, новым человеком, другим человеком. Обратите внимание, самообладание меняет человека в одну или другую сторону, как оно изменило Гейджа. В одну или другую сторону. И Библия призывает нас не просто бороться с самими собой, она призывает нас даже сражаться с сатаной. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу. Вдумайтесь в этот призыв, противостаньте дьяволу, не давайте места дьяволу, еще одно высказывание, облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Очень серьезные призывы, которые раскрывают вот эту важность, важность самообладания и усилий, которые человек должен прикладывать для того, чтобы стать новым. У Елены Уайт есть очень красивое высказывание в отношении развития силы воли и самообладания. Она писала так, «Сотрудничество с Богом должно развить волю мужчин и женщин и детей. Следствием этого станет внутренняя духовная радость, духовное и физическое здоровье, и люди достигнут того блаженства, которое Господь Иисус пришел дать каждому, кто верует в Него в этом мире». Сотрудничество с Богом должно развивать волю мужчин и женщин. Интересно, что Библия не ограничивается только призывами к тому, чтобы сам человек ради себя самого развивал в себе волю. В Иезекииле 22 главе в 30 стихе есть очень красивое высказывание, там тоже образ стены города используется. Там звучит так, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил, но нашел ее». Здесь устройство стены, вот эта сила воли, которую человек может проявить, необходимо не ради нашего развития, а по той причине, что нам следует служить другим людям. по той причине, что есть люди, которые в нас нуждаются и наше служение, наши действия ради их, их блага так же важны, как и наши действия ради нас самих. Всякому дому нужны стены, всякому дому нужны ограждения, с помощью которых можно можно было бы контролировать то, что происходит внутри этого дома. Нам нужны стены самообладания, нам нужны стены самоконтроля, и они на самом деле есть. Они построены Богом. Не разрушайте эти стены своими поступками, которые могут привести к самым плачевным результатам. наоборот, укрепляйте их, укрепляйте их своими же поступками и своими же привычками, и тогда мы наследуем то царство, которое в Библии названо новым. Давайте помолимся. Редактор субтитров Корректор А.Егорова